По-настоящему жаркая летняя погода, установившаяся на территории Тверской области в последние несколько дней, заставляет сотрудников регионального управления МЧС России работать в особом режиме. В пожароопасный период усиливается надзорная и профилактическая деятельности. Так, один из рейдов по частному сектору прошел в пролетарском районе города. Защитная маска, перчатки и стопка памяток по пожарной безопасности — это неизменные атрибуты сотрудников регионального управления МЧС во время профилактических рейдов. Один из них прошел в пролетарском районе города. Жителям частного сектора напомнили об основных правилах, которые помогут избежать возгорания дома или надворных построек. Мы просим родителей напомнить своим детям о соблюдении требований пожарной безопасности, провести с ними профилактические беседы. Также напомнить своим детям номера служб спасения 01 и 112, а также объяснить детям, как вести себя, если они остались дома одни. В региональном управлении МЧС напоминают, на территории Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках для граждан существуют определенные запреты. В частности, запрещено сжигать сухую траву, отходы и мусор на территориях садовых товариществ и предприятий в близостроении в лесных массивах. Не все знают, но, например, для высыпания зала и угля необходимо выделять специальные площадки с ограждениями на расстоянии не ближе 10 метров от зданий. Нарушение этих правил может повлечь денежные штрафы. У нас продлен особый противопожарный режим до 1 июля. Сжигание на территории города запрещено, разведение открытого огня запрещено. И в условиях особого противопожарного режима штрафы удваиваются у нас. Поэтому будьте бдительны и аккуратны. Так, если в нарушении противопожарных правил будут уличены горожане, они рискуют нарваться на штраф до 4000 рублей. Должностные лица могут получить санкции в размере до 30 тысяч. В отношении юридических лиц сумма штрафа может достигать 400 тысяч рублей. Если же в результате неосторожного обращения с огнем пострадает имущество другого лица или погибнут люди, то в таком случае нарушителю может грозить уже уголовная ответственность. Будьте осторожны с огнем, особенно в жаркое время года.